Чебоксара на холсте в два метра совместное творчество сразу нескольких художников. Панорамную картину создавали участники международного пленера Чебоксары «Жемчужина на Волге». Одновременно с этим живописцы давали мастер-классы для начинающих художников Чувашии. Там столько рефлексов, столько оттенков и теплого и холодного. На полотнах неповторимые образы города на Волге. На берегах этой реки еще в 19 веке черпали вдохновение Илья Репин, Федор Васильев, Исаак Левита и другие маститые художники. И по сей день эти пейзажи вдохновляют мастеров, не говоря уж о подрастающей смене. Он рисует, например, другими материалами, поэтому мне это интереснее. Больше как-то узнаю, как рисовать. Больше узнаю, как правильно может что-то строить, с чего начинать. Успенский собор рисует ребята постарше. Самые юные на листах изображают сердце Чебоксар, залив и открывающиеся с него виды на узнаваемые достопримечательности. Это цветочки у тебя, да, или что? Хорошо. У каждого художника своя манера, свое видение и свой почерк. Соединить на одном холсте творческие взгляды получилось у нескольких мастеров кисти. Каждый писал свою часть общего панорамного пейзажа. Ну, художники иногда, знаете, много говорят без слов. А у нас ведь слова, что это краски, которые здесь выдавлены, да, цвет, тон. Вот для нас это самое главное слово, самое главное средство выражения всех тех наших мыслей и тех наших переживаний, которые нас волнуют. Все картины – это подарок городу к юбилею. Большинство работ передадут в дар музеям и школам искусств. Они украсят экспозиции и выставки. И мы планируем сделать большую открытую выставку, которая изначально, вот, то есть по окончанию пленера будет размещаться на Московской набережной, а затем она уже будет размещаться в ряде учреждений. И, соответственно, вход бесплатный, поэтому каждый сможет посетить и посмотреть эти работы. Художники, приехавшие на международный пленер Чебоксара «Жемчужина» на Волге, будут работать здесь еще несколько дней. Впереди у горожан знакомство с их новыми работами.